Всем привет! Итак, давайте посмотрим, что нового добавили в приложение Windows 11. Из новых приложений можно отметить Microsoft To Do. Это облачное приложение Organizer, которое позволяет пользователям управлять своими задачами со смартфона, планшета и компьютера. Данное приложение пригодится как на работе, так и на отдыхе. Оно поможет умело распланировать свой день, управлять списком своих дел в интернете и легко делиться данной информацией с родными, близкими и коллегами. Более подробную информацию по данному приложению вы можете загуглить самостоятельно в интернете, либо протестить его самостоятельно в Windows 11, если у вас имеется обновление 22.00.65. Идем далее. Следующее новое приложение – видеоредактор, а точнее видеофоторедактор. Данное приложение позволяет редактировать ваши видеоролики как в полноценном видеоредакторе, что очень удобно. Здесь можно добавить название к своей раскадровке, обрезать видеоклип, разделить видеоклип, добавить надпись или подпись, добавить движение камеры, добавить 3D-эффекты, различные цветовые фильтры, изменить скорость воспроизведения, удалить или показать черные полосы, и многое другое. Также данное приложение позволяет доработать и с редактированием фотографий. Следующее приложение, хоть и не совсем новое, но я все же о нем упомяну. Это портал смешанной реальности. Данная платформа представлена как часть операционной системы Windows 11, которая обеспечивает голографический опыт смешанной реальности с совместимыми шлемами. Чтобы узнать, поддерживая для ваш ноутбук или компьютер функции приложения смешанной реальности, здесь же можно провести тест на совместимость. Как оказалось, мой ноут не отвечает минимальным требованиям для запуска данной технологии. Ну и в завершении, наряду с многочисленными изменениями интерфейса Windows 11, также поменялся интерфейс «Центр управления графика Intel», где можно добавить свои программы либо игры, и получить доступ к мощным функциям и оптимизации. Также здесь же можно настроить цветокоррекцию монитора, узнать характеристики своего оборудования и многое другое. Стоит отметить, что новые приложения возможно еще пополнят список Windows 11, так как до официального выхода данной операционной системы еще далеко. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!